В Сочи сегодня 122 котельных. Практически все уже готовы к сезону холодов. Оборудование прошло необходимую проверку, персонал обучен, запасы аварийного топлива закуплены в достаточном объеме. Профилактические работы запланированы еще на пяти котельных. Например, сегодня и в ближайшие две недели такую проверку проходит котельная на улице Фабрициуса. Тепло гарантировано и в срок поступит в социальные объекты и жилые дома Сочи, отчитались на совещании. Ну, вы даете утверждение, что все готово, все у нас нормально, все котельные будут работать. Вот две котельных новые есть проблемные, и то проблемные только по переходу на природный газ. А так они в рабочем состоянии, они работающие. Отчитались о подготовке к отопительному сезону и ведомственные котельные. Всего 16 организаций. К сезону холодов готовы все, кроме котельной санатория «Прогресс». От нее до сих пор не подведены коммуникации к 75-квартирному общежитию по улице Каштановая. В доме в том числе проживают бывшие сотрудники санатория, которые рискуют остаться без горячей воды и теплых батарей. И в этих условиях отказ руководства санатория принять меры глава города назвал недопустимым. Решено, что муниципалитет обратится с соответствующим письмом к руководству ведомства, которому принадлежит санаторий, Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. Анатолий Пахомов поручил разобраться в ситуации в самое ближайшее время, ведь отопительный сезон не за горами. Он, напомню, стартует 15 ноября. Анатолий Пахомов